Европейский Союз не хочет, чтобы страны легко уходили. Добрый день, Джеймс. Добро пожаловать в студию Дулкоскопи. Мы поговорим сегодня о такой теме, как Brexit и Frexit. Какими будут ваши прогнозы на следующие несколько месяцев, а также на ближайшие годы? Как вы думаете, парламент Шотландии наложит ли это на решение покинуть состав ЕС? И в целом, по вашему мнению, может ли парламент помешать Великобритании покинуть состав ЕС? Я думаю, что члены парламента Шотландии, в частности, Никола Старджин, премьер-министр Шотландии, краснорещиво выступала не раз на эту тему. Они делают всё возможное, чтобы помешать этому. Но я думаю, что в конечном итоге всё закончится не в их пользу. Старджин всегда была против. Она всегда критиковала Brexit. Она использует это в качестве закладного камня, чтобы реализовать свою цель. Создать платформу, которая поможет инициировать очередной референдум в Шотландии, для того, чтобы покинуть Великобританию и присоединиться к составу Европы. Голосование будет чисто символичным. Однако, я думаю, это не произойдёт. Но такая вероятность всё же присутствует. Вполне возможно, что в Шотландии мы увидим новый референдум, по итогам которого они станут новым членом ЕС. Но это сделать будет крайне сложно. В Великобритании парламент по-прежнему должен голосовать о выходе из состава ЕС согласно законопроекта. Для нас это сделать будет сложно. За ними решающее слово. Как вы знаете, у членов парламента Шотландии есть право голосовать в наилучших интересах Британии. И даже если они считают, что это решение не соответствует интересам Великобритании, даже невзирая на итоги референдума, потенциально они будут стараться всячески препятствовать этому. Есть вероятность развития этих двух сценариев. Какой-то из них вполне может быть реализован. Возможно, даже оба сразу. Но тем не менее, как мне кажется, вся эта затея не увенчается успехом. Если этого не произойдёт, и парламент не помешает Великобритании выйти из ЕС, какие ещё возможные сценарии мы можем увидеть? Вы знаете, я долго и упорно думал на эту тему. Недавно у меня было интервью, в котором я также говорил об этом. Очень сложно предугадать, какими могут быть потенциальные последствия этого голосования. Мы находимся в некой промежуточной зоне. Очень много неопределённостей. Может быть, несколько вариантов развития такой ситуации. Первый вариант. Самые благоприятные для нас условия – соглашение. При выходе из состава ЕС, граждане Великобритании по-прежнему будут использовать такие преимущества, как свободы передвижения. Возможно, мы подпишем подобное соглашение, как, к примеру, между Норвегией и Канадой. Однако есть и другой вариант развития событий. Может произойти полный разрыв. Паспорт уже не будет иметь тех преимуществ, что раньше. Возможно, мы полностью потеряем все возможности для продажи продукции в странах ЕС. И у нас больше не будет тех инвестиционных возможностей, что раньше. Может быть, это болезненный развод вместо дружеских переговоров, вместо консенсуса. Это может привести к не очень положительным последствиям. Великобритания может покинуть единый рынок. Возможно, благодаря налоговой гавани и меньшему регулированию мы сможем подавить рынок ЕС. Что касается долгосрочной перспективы, это может привести к положительным изменениям для Великобритании. Однако, если говорить о краткосрочной перспективе, это может повлечь за собой болезненные последствия. Может быть, и такой сценарий. Решение, которое будет устраивать обе стороны. Дружеское соглашение. В Британии останется частью единого рынка. Однако, условия будут скорректированы. Опять же, подобное соглашение уже существует между Норвегией и Канадой. Как мне кажется, первоначальные последствия, конечно же, будут болезненными. Но я думаю, что в конечном итоге все образуется. Давайте немного уйдем в сторону от Великобритании и поговорим об остальной части ЕС. Как вы думаете, другие страны ЕС станут проводить подобные референдумы? Вы знаете, я думаю, что в данной ситуации Великобритания будет неким катализатором, который в конечном итоге подтолкнет к подобному решению другие страны Европейского Союза. Через несколько месяцев состоятся выборы в Голландии и Франции. На фоне всей этой ситуации в этих странах очень много неопределенностей. К примеру, кандидат президента Франции Марин Ле Пен активно выступает в поддержку Брексита. Она неоднократно говорила в своих комментариях, как Великобритания довольна, что покидает состав ЕС. И Франции необходимо также последовать такому примеру. Но, если честно, я не думаю, что мы увидим подобные референдумы в других европейских странах. Ситуация по-прежнему остается крайне неопределённой. Очень много неясностей. Франция третья по величине страна европейского блока. Франция и Голландия вполне могут стать следующими, кто решится на такой шаг. Очень сложно предугадать, как всё будет развиваться. Но я не думаю, что это может привести к распаду блока. Я думаю, существует очень маленький, мизерный шанс того, что другие страны проведут подобные референдумы независимости. Принимая ко вниманию вероятность подобных референдумов, как вы думаете, ЕС могут усложнить Brexit для Великобритании? Безусловно, как только другие страны увидят, как мирно и прожилюбно проходит Brexit, они также решатся последовать такому примеру Великобритании. Они начнут требовать от ЕС аналогичных соглашений. Соответственно, ЕС этого не могут допустить. Они не станут так просто отпускать от себя другие страны. И, скорее всего, они постараются сделать данный процесс как можно более болезненнее для любой страны, которая решается покинуть состав блока. Парламент ЕС этого не допустит. Европейский Союз не хочет, чтобы страны так легко покидали его состав. Этот процесс наверняка будет очень сложным. Они не хотят, чтобы другие страны увидели на примере Великобритании, как легко и просто им удалось покинуть состав ЕС. Наверняка появится много желающих. Им этого не нужно. Жан-Клод Юнкер не перестает говорить о том, что Тереза Мэй не получит то соглашение, на которое она так рассчитывает. Я думаю, что они используют Великобританию в качестве примера, чтобы другие страны даже не думали об этом. Вы знаете, я думаю, что наиболее очевидный сценарий Брексита будет далеко не мирным. Я полагаю, это будет болезненный разрыв. Это будет долгий и непростой процесс. Большое спасибо, Джеймс, за ваши комментарии. Спасибо и вам. Мы признательны вам за внимание. Оставайтесь с Дукоскоп ТВ. Помните, у нас много других интересных интервью. До свидания.